У нас в гостях бывший заместитель министра обороны Армении, бывший председатель парламентской комиссии по внешним связям, член политического совета республиканской партии Армении Артак Борисович Закарян. Добрый день, Артак Борисович. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Вы были первым заместителем министра обороны Армении. Нынешние власти обвиняют прежнюю власть в поражении в войне. Что, на ваш взгляд, стало главной причиной поражения? Ну, это совсем неразумно со стороны нынешних властей обвинять кого-то в поражении, тем более прежней власти, потому что то наследство, которое мы оставили существующим властям, это более чем достаточно было сохранить и политические, и военно-политические успехи, и вообще те основные базисные элементы, которые были в основе нашей государственности. А что они делали? Этот популизм и без всяких принципов ведения внутренней и внешней политики, без всяких направлений, без всяких определенных целей, без конкретики. И ту внутреннюю и внешнюю политику, которую ввели существующие власти за последние три года. Это как раз говорит о тех трагедиях, которые мы сейчас, к сожалению, имеем. Это последствия. В последствии этой политики мы сейчас имеем то, что имеем. Потому что мы неоднократно заявили, предупреждали, даже дали некоторые коррективы, где основные ошибки, где основные недопустимые ошибки, которые могут стать почвой, причиной и поводом для возобновления боевых действий со стороны Азербайджана. Как эти власти смогли Армению от роли конструктивного партнера перевести к роли неконструктивного и непонятного партнера в урегулировании конфликта Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБС. Как мы потеряли вообще поддержку Минской группы и понимание со стороны стран-сопредседателей со стороны России, Франции и Соединенных Штатов. И это все шаг за шагом привело к тому, что Азербайджан просто открыто и с открытой помощью Турции и прямым и косвенным вмешательством со стороны некоторых стран, как Пакистан, как сирийские боевые группировки, как Израиль, как Грузия. И вот в таких условиях эти власти вели очень позорные боевые действия в Карабахском направлении и потеряли то, что за последние 30 лет наше государство, наш народ в праве был защищать, имел право защищать и имел полное понимание со стороны международного сообщества, и я чувствую, что этот вопрос имеет и правовую, и политическую реальную базу для реализации права на самоопределение карабахского народа. То, что сейчас уже, можно сказать, сказка. Они разрушили все возможные и невозможные, реальные и нереальные мечты армянского народа. Сейчас просто и страшно, и смешно подумать о том, что эти власти еще ищут каких-то виновников, кроме них, самих собой. На ваш взгляд, в ближайшее время есть ли опасность возобновления военных действий? К сожалению, да. После карабахских боев, после осенних боев в Карабахе и после совместного заявления от 9 ноября, те процессы, которые ведутся на нашем регионе, на Закавказском регионе, это, конечно, имеет с собой некоторые последствия. В основном, семейское направление сейчас, можно сказать, находится под угрозой. Под угрозой турецких политических целей и под угрозой со стороны Азербайджана. В том плане, что они уже нашли реальную возможность для соединения турецких государств и полностью уже считают это как состоявшийся факт, что Сюник может стать калидором и связующим звеном между Турцией и остальным турецким миром. Это, конечно, если так просто со стороны посмотреть, как открытие всех коммуникаций и путей сообщения. Ну, вроде бы, что в этом плохого, да? Это же реальная политика, есть экономические интересы, есть. Все-таки надо будет когда-то подумать и о добрососедстве, и о сосуществовании, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, если посмотреть в плане долгосрочных интересов стран региона, так как Турция, и Азербайджан, и остальные страны, то всегда за последние 100-150 лет этот вопрос стоял, и этот вопрос был основным интересом для региональных стран в том плане, что тут сталкивались большие интересы и со стороны России, и российские интересы, и турецкие, и западные интересы. Как армянские власти могут регулировать эту ситуацию? Как можно будет сопоставить все интересы, чтобы избежать новых столкновений, новых противоречий? Вот это уже мастерство, это уже политический опыт и навыки, которые армянские власти должны просто применять. Но могут ли сегодня существующие власти это как положено и как полагается все интересы сопоставить так, чтобы новые военные действия не случились, или процессы не привели к новым военным действиям? Я сильно, можно сказать, сомневаюсь, точнее уверен, что не могут. Поэтому очень надеюсь, что после выборов, неочередных выборов, если, конечно, они состоятся, После выборов у нас кардинально изменится ситуация, придут во власть более опытные, более понятливые, более практичные политики и могут разруливать ситуацию так, чтобы избежать новых столкновений в Сен-Никоцком регионе. Вот вы отметили про турецкие амбиции в нашем регионе, и в связи с этим многие эксперты отмечают, что на сегодняшний день главная угроза исходит от Турции. Но нынешние власти, наоборот, они говорят о необходимости как-то налаживания отношений. Вы тоже считаете, что Турция на сегодняшний день является главной угрозой для Армении? Естественно, Турция не только главная угроза, не только для Армении, но и для мирного развития всего региона. С одной стороны, Турция как бы показывает свое лицо, которое более так пацифистическое, но с другой стороны, действий Турции и в Сирии, и в Черноморском бассейне, и в Средиземноморском бассейне. И на Южном Кавказе, и в направлении Южного Кавказа, и в Персидском заливе. Все это просто показывает то, что в основе турецкой политики лежит агрессия. Эта агрессия может стать применением войных средств и методов, эта агрессия может применять политические методы, эта агрессия может применять и мягкую силу. Но все-таки это агрессия, это экспансия, это экономическая экспансия, это завоевание, это новое влияние и так далее, и так далее. А разве мы можем допустить этого под флагом мира и добрососедствия и дружбы? Можно, скажем, 5-10 лет жить под этим флагом, а дальше что у нас будет? Дальше новые уже угрозы, новые уже ситуации, которые уже будут более тяжелыми, и более трудно будет уже выйти от таких ситуаций. Потому что баланс, тот, который всегда Армения сумела создавать вокруг своих интересов и со всеми странами, региональными странами, и вокруг региона, и Армения всегда была сторонником сопоставления всех интересов, и балансирования внешней и внутренней политики, я думаю, что мы можем и в будущем в этом направлении продвигаться, имея в виду, что стратегические интересы с Российской Федерацией, они никак не могут быть изменены, они никак никто не может заменить, и никакая страна, никакое направление не может быть заменой армяно-российских стратегических интересов. В связи с ситуацией в Сюники обсуждается возможность размещения там второй российской военной базы. На Ваш взгляд, есть ли в этом необходимость? Думаю, что да. Думаю, что да, если даже не военная база, но полное военное присутствие в этом направлении. Это исходит и из двух сторонных соглашений, которые имеются между Арменией и Российской Федерацией. Для этого у нас есть и все военные силы и средства для объединенных формирований, для совместной противовоздушной обороны и для совместных действий в разных направлениях на территории Южного Кавказа. Поэтому, тем более, что те события, которые произошли вокруг Армении и в основном на Горном Карабахе, более обязывают ставить акценты на совместное военное сотрудничество, углубить, еще и углублять это сотрудничество, учитывая и разные угрозы, новые угрозы в направлении Сюника. Владимир Владимирович Путин на встрече с Пашиняном заявил, что открытие транспортных маршрутов даст Армении новые возможности. Вы уже сказали, как вы относитесь к вопросу разблокировки коммуникаций в регионе. Еще тут такой вопрос, насколько безопасность может быть соблюдена, потому что недавно на днях очередной инцидент произошел, когда на трассе, на дороге из Капана в Ереван армянскую машину в очередной раз забросали камнями. То есть, насколько реально в ближайшем будущем, с точки зрения безопасности, на практике осуществлять перевозки по территории Азербайджана? – Ну, тот факт, что открытая коммуникация – это всегда хорошо, это неоспоримый факт, и это очевидно во всем мире. Всегда блокированные дороги, и вообще любая блокада – это, конечно, ущерб. Ну, какая тут будет цена открытых коммуникаций, надо хорошенько все это обсуждать, надо хорошенько все взвешивать, и хотя бы, если не в долгосрочном порядке, но и в краткосрочном, а в обозримом будущем надо будет уже посчитать все возможные новые угрозы, новые вызовы, которые могут возникать от разблокировки коммуникаций с теми странами, которые непосредственно были и остаются как враждующими сторонами между Арменией и Азербайджаном. Сам колидор, Лачинский колидор, иногда показывает эти вызовы в практической жизни, да, на практике показывает, что, хотя есть и миротворческая миссия, но иногда азербайджанцы используют все возможности для того, чтобы как-то вредить, угрожать и так далее, и так далее. Кроме того, есть и экономическая часть, если есть другие коммуникации, которые для Армении могут стать более эффективными, чем те коммуникации, которые могут привести за собой новые вызовы, то, конечно, между существующими возможностями, естественно, что Армения должна выбирать самое оптимальное и самое эффективное. То есть открытие коммуникации – это хорошо, еще раз повторюсь, но каждый политический процесс, каждый экономический процесс, каждый региональный процесс за собой имеют еще и побочные разные процессы, которые, вокруг которого должны быть приняты политические решения. И каждая сторона вправе принимать ту политическую решение, которое более подходит к своим интересам. Но для того, чтобы армянские интересы были отражены, обязательно надо пойти на формирование новой власти, новых людей, новых лиц, новых, более прочные, более умные, более профессиональные лица, которые в реальности могут защищать и формировать армянские интересы и в двухсторонных, и в многосторонных отношениях. На сегодняшний день самая обсуждаемая тема – это вчерашняя встреча Пашиняна с лидером России. На Ваш взгляд, какую цель преследовал Пашинян? Можно ли это рассматривать с той точки зрения, что он хотел заручиться поддержкой лидера России, либо просто создать впечатление у народа, что он пользуется такой поддержкой? Вы знаете, учитывая ту повестку, которая была озвучена, и пресса тоже напечатала об этом, Я думаю, что не было особой необходимости эти вопросы обсуждать при встрече глав государства. То есть, все-таки мне кажется, что есть некоторые нюансы, некоторые для Пашиняна очень важные вопросы, которые он хотел обсуждать за закрытыми довериями президентом Российской Федерации. И это, естественно, связано и с будущими выборами в Армении. Я думаю, что Пашинян уже полностью понимает, что он не в силе больше руководить страной. Пришла пора уйти, но как уйти, как более безопасно выйти из этой очень плачевной ситуации, в чем виноват он сам и единственным виноватым является в этой ситуации, он, кажется, понимает. И поэтому личная поддержка и, может быть, еще и поддержка в будущем для того, чтобы приостановить внутреннее, очень, так скажем, нежное развитие, которые могут, может, народ просто выйти и наказать, скажем так, Пашиняна. Вот чтобы таких нежелательных развитий не было, я думаю, что он заранее хочет, чтобы, хотел бы просто понимать, что, как может случиться. Но Пашинян и его политическая партия, они не собираются уходить из политики, наоборот, они собираются участвовать в выборах, то есть как-то отходить от всего, насколько можно судить по его заявлениям, он пока не собирается. Есть ли у нынешней власти, на ваш взгляд, возможность переизбрания, если не будут фальсификации на выборах? Ну, они обязательно, я думаю, что постараются фальсифицировать результаты выборов и сам процесс предвыборный. Но насколько это получится, это еще большой вопрос, потому что от этого зависит и вообще результат выборов. Надо будет, власти фактически должны быть заинтересованы для проведения нормальных выборов. Но насколько эти выборы для Пашиняна и его команды будут результативны, это еще большой вопрос. Конечно, есть в населении, в обществе есть какой-то слой, какие-то слои, которые все еще поддерживают его, но с учетом того, что предвыборный процесс еще не начался и очень многое еще не сказано со стороны оппозиции. И еще, как говорится, то ли еще будет, то ли еще какие-то еще, никто не знает еще, какие черные дела за спиной Пашиняна, проделанные за эти годы. С учетом того, они тоже хорошо понимают, думаю, что им не светят хорошие результаты. Ну, а что будет дальше, если Пашинян не будет власти? Это более чем понятно. За провал в Карабахе должны люди отвечать. и отвечать перед судом, перед народом. И, естественно, они должны отвечать первыми. Как Вы относитесь к изменениям в избирательном кодексе, связанными с переходом к пропорциональной избирательной системе? Ну, это тоже спешка, которая произошла. Ну, лично для меня нет никакой разницы между пропорциональной и избирательной системой выборов. Но та процедура, с применением которого было проведено, это изменение в законе, и не соблюдая никакие нормы, не учитывая никакие комментарии или, скажем, разные мнения международных организаций. И вообще, этот вопрос не было, как полагается, обсуждено и участниками, между участниками этих выборов. политической партии вообще были в стороне от этих процессов. Это как бы со стороны видно, как сговор между парламентскими партиями. Не было учтено мнение и позиции вне парламентских партий, которые являются основной частью оппозиции. И после всего этого говорится о том, что вот эти изменения не будут влиять на исход выборов и будут реально учитывать все позиции, существующие в народе, это, конечно, не так. Эти изменения, очевидно, что они нужны только властям Армении. В Армении нарастает движение «Сильная Армения с Россией за Новый Союз», которая выступает за более глубокую интеграцию с Россией, вплоть до вступления в состав союзного государства. Как вы относитесь к этому движению? Нормально отношусь и думаю, что эта идея сама может стать в какой-то момент может стать локомотивом для новых развитий между Россией и Арменией. Но механизмы и сама структура должна быть тщательно изучена. И сама идея реализации такой идеи это очень громадный огромный процесс. надо все это разложить так, чтобы идея могла бы быть полезным для всех сторон, которые могут быть союзничествами, как единое государство. Артак Борисович, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо. Спасибо. .